Всем привет! Меня зовут Илья, я из команды HelpXL. И сегодня я вам расскажу об одном из наших кейсов. Это система бронирования для Tattoo Studio. С клиентом мы решили, что разделим таблицы на три вида. Это таблица для администратора, для менеджера и для мастера. И у каждого, соответственно, будет свой уровень доступа к данным. Итак, мы же рассмотрим все таблицы на основе таблицы администратора. Она сейчас на экране. В ней первый и главный лист — это лист-календарь. По сути, это расписание записей всех мастеров на день. Это главный лист, и все действия с записями производятся отсюда. Например, мы можем добавить новую запись. Допустим, это мастер Алена на 8.30, запись длительностью 60 минут. Имя клиента — Андрей. Ведем какие-то базовые пункты, без которых запись не создастся. Создаем новую запись. Происходит работа скрипта, и в расписании добавляется, опять же, новая запись. Также особенность этого кейса в том, что параллельно все записи синхронизируются с Google календарем. То есть здесь все те же самые данные происходят. Если вдруг мы, например, захотим изменить какие-то данные записи или, условно говоря, ее удалить, то вначале мы должны ее выбрать, то есть выбрать мастера, выбрать время начала, нажать «Иформация о записи». После этого в форме у нас появится полная информация об этой записи, а также время, когда запись была создана, и время последнего изменения, и кем оно было сделано в случае, если оно было сделано не администратором. После этого мы можем, например, поменять мастера, нажать на кнопку «Изменить запись», и после этого запись переместилась на мастера Полину. Также здесь поменялся цвет и имя мастера Полина. Допустим, другой мастер или другой менеджер добавил бронь. Для того, чтобы актуализировать календарь, нам нужно нажать на кнопку «Обновить календарь». После этого, собственно, информация актуализируется. Если, например, нам нужно удалить запись, мы тем же самым образом выбираем «Мастера», «Время» и нажимаем «Удалить запись». Вот, запись удалена, также она удалена и из Google календаря. Собственно, на этом все по листу «Календарь». Здесь мы видим то, что у нас есть сверху список мастеров. Откуда он берется? Он берется с вот этого листа. Здесь удобно можно добавить всех менеджеров и всех мастеров. Просто нужно ввести их имя, mail. Для мастеров имя по желанию телефон, обязательно mail. И нажать на кнопку «Создать». Нужно добавлять именно Gmail. После этого у них на месте, где их имя, добавляется ссылка на их таблицы. И нужно дать ссылку на эту таблицу соответственно либо мастеру, либо менеджеру. Если, допустим, вы уволили мастера или менеджера, нужно нажать на галочку «Удалить» и после этого нажать на кнопку «Удалить». И удалится и таблица, и отсюда мастер и менеджер. Также все абсолютно клиенты, которые были добавлены в записи, отражаются в листе CRM. По сути, это список клиентов, которые приходили или придут в будущем в студию. Также здесь можно добавить их вручную. То есть ввести имя, телефон и место, откуда пришел клиент. Нажать на кнопку «Добавить нового клиента» и клиент добавится. Также заказчик попросил небольшую аналитику данных. То есть у нас есть лист записи. В нем здесь, допустим, выбран диапазон с 1 по 31 декабря. И мы здесь видим то, что количество записей для каждого мастера, например, для Алены. Тут ТПК. Это обозначение услуг. Здесь в данном случае это тату, пирсинг и консультация. То есть мы видим, что Алена за этот период провела 5 тату-сеансов. Полина 15, Мария 12. Галя забронировала 32 тату-сеанса. И здесь мы видим общие данные по количеству. Период можно выбрать любой. Мастеров можно выбрать любых в любом порядке. Также заказчик попросил лист, в котором он может записывать свои расходы. Здесь он работает исключительно в виде списка расходов. Никакой аналитики по этим данным заказчик не попросил. Но у нас есть шаблонный проект, в котором есть то же самое. Учет финансов, расходы. И на основе этих данных мы чисто теоретически можем вывести отчеты кэшфлоу, P&L и отчеты по каждому сотруднику и контрагенту финансовые. На этом по кейсу Тату Студии все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok